привет всем на обзоре у меня сегодня новинка от компании p3 fight fish модель называется тена и это вот такая вот интересная штуковина на фронт флипере тут как будто вот ветка вот такая вот бамбук вы какая-то здесь у нас имеется за него лихо открывается вот такой вот там то спан то наверное спонтует вот такой вот собственно клинок и вот такая вот рукоятка необычная можно таким хватом можно здесь хвататься для какой-то более тонкой работы строгать вот так собственно вот такой вот это вот тена от компании p3 fight fish 4 варианта по расцветке g10 имеется ну и плюс два варианта там по моему в сатине и 2 вот в black wash и как здесь я взял такой черно-белый вариант мне понравился я захотел такой но там еще три интереснейших варианта имеются накладочки немного меньше но здесь все очень удачно так скруглено классно вот будем заглядывать чуть-чуть попозже внутрь все посмотрим что там по хвату принципе эргономика палки схватил все вот она ничего никуда не упирается не мешает таким хватом тоже очень интересно палец здесь классно встает здесь наверное не достает маленечко какой-нибудь насечки и здесь просто нет но могла бы и быть было бы еще круче собственно да нужно насечка с ней было бы поинтереснее зачем-то рисунок вот такой вот что это биение сердца это это кардиограмма что это я не знаю но вот зачем-то здесь почему-то на этом ноже лучше бы кем бамбуки нарисовали чтобы быть самурайская не совсем я понимаю к чему здесь кардиограмма ну да ладно вот клипса проволочная это круто это мне нравится я люблю проволочные клипсы это такая немножечко шик собственно но не переставляется на лицевую сторону решили наверное не портить внешний вид лицевой стороны вот этими вот проточками проточками под клипсу клипса классная мне вообще нравится и черная она такая же в цвет всей фурнитуры накладок накладок говорю лайнеров да в комплекте там короче еще идут винтики без покрытия обычные серебристые винтики если кому-то не нравится что здесь черное на белом можно применять на белые винтики в принципе там даже по моему осевой тоже сменный имеется темлячное отверстие сквозь весь бутерброд потом в бэкспейсере собственно не только эти два винтика держат и вот по разборке окей давайте по разборке раз уж начал там короче под накладкой имеется еще одна банка вот здесь вот через банку она спрятана в бэкспейсере через банку еще одними двумя винтиками стягивается этот нож то есть не только здесь он держится там еще разобрался нормально лыска естественно имеется ответка в лайнере собственно тоже имеется лайнеры облегчены круглыми отверстиями можете видеть подшипники керамика в пластиковой обойме шарик детента тоже керамический углубление под подшипники только в клинке и насчет вот этой кочерыжки я скажу в принципе за нее открывать удобно и вот указательный с пальцем и большим пальцем можно даже вот мизинцам кому как больше нравится я против фронт флиперов ничего не имею они бывают всякие разные но это конечно прям удивительный какой-то рок жукан носорога я не знаю что это лежу к оленя но прикольно прикольно собственно кто боится что в кармане это будет упираться в ляжку и рвать штаны вы глубоко заблуждаетесь он практически не чувствует он лежит в кармане вот так вот он висит кармане вот ваша нога вы засовываете в карман вот он ровно вот так находится у вас же не вот такая нога и штаны идут дальше вот так вот сверху вот он вот так вот между ногой и штанами он никуда не тычется нога в эту сторону нога не сгибается это плоскость вот пляшки бедра вот она сгибается где-то вот там далеко в колени собственно здесь но я не знаю я очень много фронт флиперов носил например на том же кестер от макс есть тоже длинная это кочерыга и ничего не не протыкал ни ляху ниш не рвал штаны все нормально то есть это как бы заблуждение вот куда примерно вот сюда упирается упорный штифт вот где-то вот здесь вот поэтому если кому не нравится можете сточить но вот с черным покрытием конечно некрасиво получится а если взять без покрытия сатиновый вот так вот отрезать оставить закруглить так не знаю как вы будете открывать в принципе можно будет открывать и за более короткий плавник вот там потом немножко заполировать и будет незаметно как так и было скажите короче я ничего нет не имею против да потому что в принципе необычно конечно слова застревают в горле но все равно интересно необычно иногда должны выходить такие модели о которых вот хочется сказать ну необычно необычно ну не просто все вот так вот интересненько до должны выходить такие модели у каждой компании если у всех будет выходить сплошная только классика не знаю там и талисманоподобные простейшие такие ножи но какой-то момент все это просто надоест а так все равно выходят какие-то интересные штуковины воли в открытом состоянии очень такой же даже такой на интереснейший джидайский какой-то меч необычный интересный любом случае мне нравится и это кочерыга тоже прикольная по качеству здесь все прекрасно все подогнано никаких щелей все очень хорошо сглажено все никаких фасок каких-то не снятых острых краев все просто замечательно лайнер заходит на половину пятой клинка на так на половину своей толщины лайнер здесь толстый здесь лайнер двухмиллиметровый оба лайнера но давайте по техническим характеристикам теперь расскажу тогда общая длина 21 сантиметр 8 миллиметров то есть почти 22 сантиметра клинок 9 и 7 от рукоятки до кончика здесь кстати смотрите вот такой вот есть спуск резкий резких такой вот спуск немножечко фальша короче почти десять сантиметров 9 и 7 в обухе три с половиной миллиметра лайнеры по два миллиметра каждый обычно полтора здесь сделали прям такие хорошенькие по два миллиметра по толщине сведение здесь короче тонкая вот до сюда в 0 4 а здесь она идет на утолщение к саму к миллиметру то есть ну и естественно такой подъем достаточно резкий и сюда она приходит практически к миллиметру здесь вот четырех до миллиметра подъем такой вот прям ковыряльник мощный достаточно и вес ножа 149 грамм d2 на клинке g10 на рукоятке так вот принципе где обозначение это не вижу а вот здесь то не спрятались pfb 04 и столько d2 моем случае black wash g10 еще с 1 плюс g10 4 варианта для наглядности давайте посмотрим с другими моделями компании p3 fight fish это вот бритва у меня тоже в белом g10 но с сатинированным клинком вот такая вот бритвища петри файдфиш дальше это морза морза вот такой необычный можно открывать здесь а можно открывать вот так вот его можно в принципе и здесь так так это от гидро дизайн тоже белый g10 плюс черный клинок но это конечно немножечко помельче да здесь здесь двойной g10 есть черная основа и немножко белого поэтому он выглядит по серий так скажем мир чем белый g10 причем этот белый а это даже по мне белое то больше такой какой-то молочный кремовый как их обозвать то оттенки белого блин так ну и для наглядности так как нож крупный с парой больших ножей это магазин вот он смотрите этот тена он практически практически да он как раз в размер магазина почти 22 сантиметра и хайртайл хайртайл и тайл ну короче как то так очень дурацкое название фиг запомнишь из новых хайртайл 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 не помню как точно это будет но короче вот такой вот черно-белый у меня сегодня здесь получился рисунок из ножей вот такой вот собственно ряд тена эта прикольная в руке лежит хорошо клинок длинный все замечательно с этим ножом новинка от компании петри файт фиш на этом собственно все надеюсь было интересно подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте обязательно подписывайтесь на телеграм-канал все ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии пока